Восьмое мая 2024 год. Коротенько сейчас пока сдвижу свою еду, скажу. Там вопрос, чем это все закончится. Мне больше всего понравилась версия, которую я услышал вчера. Граница 91 года. Это француз, вернее бывший россиянин, сейчас гражданин Франции, в интервью сказал, что ни о каких-то границах 91 года. Никто не будет, то есть что это решит, если вы выгоните, мы как украинцы, выгоните Россию до границ 91 года. Она просто залежет раны, там наберется сил и пойдет по новой. То есть в любом случае это уже решили западные страны, по крайней мере по мнению этого человека, доконать Российскую Федерацию, чтобы она распалась там, как он сформулировал, на Бурятии, Татарстаны, Московия. С Московией о чем там договариваться, чтобы, как он сказал, бычки не в урну не кидали. Ну то есть все, нет вопросов к ним уже не будет никаких. Их будут разорожать, снимать, забирать у них атомное оружие, то есть чтобы ядерного оружия у них не было. И разваливать на множество кусков. Чтобы уже этой беды не было, не нависало над Европой. Это европейцы реально поверили в то, что Россия представляет угрозу для Европы. Понимаете? Российская Федерация. И по поводу того, мы его спросили, а досидит ли он, досидит ли Путин до конца этой каденции своей? Он говорит, что крайне маловероятно, либо по возрасту поврет, но скорее всего табакерка, да? Я не так давно написал, что в России серебряная пуля – это табакерка. Про этого человека я ничего не знаю, просто он там был какой-то там знакомый Путина долго, с ним там что-то. Уже в бытности его президентом Путина. Так что… То есть я не знаю, насколько он хорош в прогнозировании в этом смысле. Но мне теория понравилась, если вам захотел поднять настроение. Надеюсь, так и будет. И надеюсь, что в этом году уже к осенью с основными россиянами, присутствующими здесь не в виде чернозема, справимся и переведем в такое состояние. Все будет Украина. Не переймайтесь. Спасибо. Спасибо.